Друзья, привет! Я тут пока в своем нахожусь в мини-отпуске. Решила записать для вас такое прогулочное видео. Посмотрела ваши комментарии к одному из прошлых IGTV. И там было очень много вопросов про токсичных людей. Я сейчас не буду подробно говорить о том, каких людей можно считать токсичными, каких нельзя, вот прям с какими-то жесткими определениями. Но расскажу про лично мои четыре критерия, как понять, что человек по отношению ко мне токсичен. Прямо такое вот четыре критерия. Короткое видео. Критерий номер один – это, естественно, нарушение личных границ. Причем нарушение личных границ, а это в России, мне кажется, такая больная и любимая тема. Она может быть как с точки зрения того, что, например, человек вообще может беспардонно, неважно кто это, ваши родители, вторая половинка, ваши друзья, залезать там в ваш телефон, переписки, в какие-то очень ваши такие личные вещи, да, я считаю, это вообще недопустимо. То есть ни один близкий человек не имеет никакого морального права смотреть ваш телефон, ваши переписки и вот вообще делать нечто подобное. Ну, еще что может относиться к нарушению личных границ? Может относиться, в целом, знаете, вот тоже любят, например, помоги мне перевести диван, помоги мне переехать, или там покорми кота, да, и причем вот это вот покорми кота, типа там каждый месяц человек уезжает куда-нибудь в командировку, и для него само собой разумеющееся, что какой-то близкий человек, да, там будет кормить его кота, хотя ему нужно ехать на другой конец города, ему совершенно неудобно, и его напрягают этим котом, да, там все время, и ты думаешь, господи, чтобы уже этот кот того это. Это вот первое, да, нарушение личных границ. Так, пункт номер два, это недовольство вашей внешностью, неважно, кто это, ваши родители, ваша вторая половина. Если этот человек недоволен вашей внешностью, это признак токсичного поведения. Но мы сейчас не говорим, да, что вы, например, весите 350 килограммов, и это напрямую просто влияет на ваше здоровье, и вообще вы можете умереть. Вот, тогда да, конечно, тогда стоит прислушаться к близкому человеку, но если это человек, который говорит, ой, а я не хочу, чтобы ты там красил, красила волосы фиолетовый, или что-то там стриг, или наращивал, или, не знаю, что-то делал вообще со своей внешностью, то это, конечно, показатель токсичного поведения. Потому что есть очень важное правило, да, мое тело, мое дело. Вот, мне кажется, надо просто всегда его себе проговаривать, сказать, мое тело, мое дело. Значит, третий критерий – это подсаживание на чувство вины. Знаете, да, этих людей, которые вот просто гениальные манипуляторы, например, вы там куда-то собираетесь, может быть, куда-нибудь отдохнуть, и этот человек тоже второй, неважно, кто это, вторая половинка или там родители, ну ладно, ладно, иди, я вот буду здесь сидеть один, одна, за столом, без еды, умру к вечеру, найдешь мой прохладный труп, иди, конечно, развлекайся, развлекайся, конечно. И вот это те люди, которые вот прям моментально, да, подсаживают на чувство вины. Вот если вы регулярно чувствуете себя виноватым перед человеком, то это тоже признак токсичного поведения. Во всех, кстати, критериях есть небольшие нюансы, которые надо учитывать, и в конце концов, вообще-то, если посмотреть на большинство ситуаций, может показаться, что самый токсичный человек на свете – это же вы, вы, вы и есть. Ну, или, точнее, я тоже, да. Но об этом мы поговорим в следующих видео. И последний критерий – это желание постоянного внимания. Вот он тоже такой не совсем очевидный, но если человек, например, постоянно требует от вас внимания прям мощного, и вы ему даете это внимание, а для него все как в трубу, как в трубу, как в трубу, как в трубу, и вообще постоянно вот это вот – нет, мне еще нужно внимания. Вот недолюбили, недоговорили, недодали, еще, да, еще, еще больше времени, еще. Вот это тоже показатель токсичного поведения, и с такими людьми нужно быть осторожнее и тоже отстраивать очень аккуратно личные границы. Это были четыре критерия, как понять, что человек токсичный. Пишите, какие критерии вам отозвались больше всего, я их сейчас напишу в описании к этому видео. Если хотите еще несколько критериев, если хотите больше про тему токсичности, тоже напишите в комментариях, и я для вас что-нибудь сниму.